Меня зовут Патрик Ланкестер. Сейчас мы просто в Донецке, в неизвестной местах, где мы поднимаемся с колумбой, что мы говорим, Донецк, Республика Милитарная Донецка. Мы пока не видим русских сил, русских солдат. Все в этом моменте но мы приведем все факты как мы их получим. Так что, будьте лайки, поделитесь и подписывайтесь, если вы новы. Есть много еще. Солдаты говорят нам, что мы направлены в Украину, контрольный территорий. И мы увидим, что происходит в следующем. Это должно быть довольно интересно. что мы находимся. Есть еще один. Сейчас мы с Донецкой, Республики, колумбой Милитарной Донецкой. Мы видим ГРАД-трукты, ракеты, танки. Мы видим колумбасы, и мы с этим колумбасом поднимемся к украинскому территорию. Я вам покажу вам все на земле. Можно сказать, что вы сделаете до сейчас? Делая, что сейчас, продвигаясь вперед со всеми своими боевыми товарищами. И что вы думаете будет дальше? Дальше? Да хорошо все будет. Все будет хорошо, да. И за Украину, что будет дальше? С Украиной тоже будет все хорошо. Да, люди хотят там вздохнуть от этой пункты, от этих нациков. Я думаю, они ждут меня. Ага, вы откуда? Я местный. А, да? Да. Уже представляете себя? Уже представляете себя. Представляете. И кто ты? Кто вы? Я? Водитель Мехвоз. Ага. И что это так? МТЛБ. Да? Да. Что будет сегодня? Ну, идем пока вперед, а дальше не знаю. Ага. Понял. Спасибо. Пожалуйста. В начале представьте, пожалуйста, фамилии и имя. Как должность ваша называется? Офицер Управления Народной Милиции, подполковник Петлюк Александр Александрович. Расскажите, что здесь происходит? На текущий момент мы находимся в районе, из которого наращиваются усилия по наступлению на Волновакском направлении. На данном участке достигнут уже ряд успехов, ряд населенных пунктов отбитых в ВСУ. Захвачено большое количество пленных. Противник частично огрызается, открывает минометный огонь, но достаточно слабый. Некоторые представители вооруженных сил Украины пытаются выйти на связь народной милиции для того, чтобы сдаться в плен. Пока противник отступает. Мы правильно понимаем, что сначала предлагается вооруженным силам Украины сложить оружие, только после этого, если они отказываются, идет непосредственно уже боевой контакт? Ну, я думаю, они все уже слышали наши предложения по этому поводу. Поэтому процесс идет, да. Живелины встречаются? Значит, я сейчас точно могу сказать, что фиксировалось применение гранатометов НЛО у британских вот непосредственно в населенном пункте Николаевка, который был освобожден не так давно, зафиксированы, скажем так, контейнеры от этих гранатометов. Да, они на позициях есть, они у противника есть, но противник не всегда понимает, как их применять, не всегда они находятся в боеготовом состоянии, часто у них батареи разряжены, часто операторы не умеют ими пользоваться, поэтому их применение никакого существенного эффекта на наши действия не влияет, не оказывает. Спасибо. Все, отлично. Можем вопрос? Тут народная милиция ДНР, да? Не понял. Тут народная милиция ДНР. Народная милиция ДНР. Русские войска здесь вместе вас или нет? Я вам не готов сказать, я не видел здесь русские войска. Ага. Спасибо большое. Спасибо большое. Хорошее. Мы с вами сейчас с вами поговорили по другому из командов, и мы сообщили, что это часть танка, которая сейчас пострадает в контакте против Болновако в Украине и против Украины. Как тебя зовут? Иван. Иван? Иван. Расскажи, чем занимаешься, как настроение? Настроение отличное. Что будете делать? Будем. Мое личное мнение, мы не должны, мы обязаны забрать свои территории, освободить их от этих нехороших людей. Для того, чтобы был мир, чтобы все жили спокойно и сладко спали. В том числе наши матеря, дети, старики. Как думаешь, у нас это получится? Я думаю, да. У каждого из нас, как бы, в боевой группе есть. Скажи, Украина вот на последние там месяцы, недели, насыщена западным оружием. Это комплексы НЛО, это в том числе стингеры, джавелины, которые достаточно хорошо себя зарекомендовали против танков. Нам это помешает или нет? Да. Я думаю, никак это не помешает. Абсолютно. Потому что у каждого, как мы есть, вдохновение есть в моем клубе. Я надеюсь, что мы справимся. Спасибо. Подписывайтесь на мой канал! Акційец, кто также Daw SUS и просто светил! Продолжение следует... 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 Да, и дома тоже сидели рядом и в соседях, и во всех повзрывалось. В общем, это очень страшно. Я просто, нет слов. Никогда не думали, что у нас такое будет. А по селу что делается? Не света, не газа, ничего. Как жить дальше? Когда оно все восстановится? Это вообще, не холодильник везде, дубеем. Это вообще, что делать, как дальше жить? Когда оно все будет? Когда свет будет? Когда газ? Как готовить, кушать? У нас нет ни печек таких, что топить, ничего. Все для газа приготовлено было, ни печек, ну все. Сейчас ДНР, Донецк Народная Республика, здесь контролирует. Понимаете, да? Сейчас ДНР здесь. Мы не знаем, мы вот это тут спрячемся. Кто, что, как. Украинский уже не здесь. Я не знаю. Насчет этого, кто там, мы ни с кем не общаемся. Мы тут спрятались и сидим, чтобы не этот самый, чтобы не этот самый. Вы, наверное, понимаете, украинский уже не контролирует эту территорию. Мы насчет этого не знаем. Я, например, сюда приехали, я даже не знала, что и как. Сидели в доме, три дня с дома они выходили. Не могли даже... Четыре дня уже здесь. Ну вообще перед этим, как сюда прийти в доме. Сидели вообще. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно представить за вас? Меня зовут Двиле. Да? Меня зовут Маквейч. Меня поле. И сколько лет вы? Мне 10. Я 10. Да? И как обстоятельство сейчас? Не знаю. Да? Не страшно. Страшно? Нет. Нет? Ага. Ну, первый день было страшно. А первый день? Первый день когда? Ну, когда мы стрелять не шли. Мы только пришли, да. Ага. Мы стояли в подвале, мы заезжали по Суграду, очень падали, очень где-то громко было. Ага. Ага. Да. Я учу на русском. Не люблю? Ага. 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 Да? Я тоже. Хорошо, спасибо. Можно сказать, где мы находимся сейчас? Что? Где мы находимся сейчас? Где мы находимся сейчас? В подвале в Николаевке. Почему подвале? Потому что война. Что новое здесь? Что? Что новое здесь? Много. Да? Я уже не понимаю. Что новое здесь? Нюви. Не могу понять. Можете мне сказать? Патрик, что еще раз скажи? Что новое здесь? Что новое здесь? Новости какие здесь? Что новое здесь произошло? Война у нас. Да? Какие новости. И как мы понимаем, украинские войска уже не здесь, да? Походу нет. Да. Как вы чувствуете за это? Наши чувства такие? Да. Я хочу мир. Я хочу мир. Я хочу, чтобы дети жили мои нормально. Угу. Угу. Это посолок уже контролирует Донецк Народная Республика. Ну, сейчас да, уже здесь. Ага. И как это? Хороший? Плохой? Угу. Никто нас пока не обижает. Угу. 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 Я хочу мир. Я хочу, чтобы мои дети спали нормально. Угу. Угу. Я хочу построить какие-то планы. Угу. У нас жизнь и будущее. Мы их не можем строить. Угу. У нас нет этой возможности. Мы начинаем немного строить что-то, у нас опять что-то. Дети, это нормально, третий день уже, все кашляем, все крепим, уже ужас. Взял для себя команды штурмовой группы, когда находились в отрыве от командира по его задаче. Таким образом, отличиеся от этого, задачу выполнили. В чем отличие? Сложности здесь в чем были? Сложности в первую очередь то, что много мирных жителей, городские поселки, застройки, лесополосы. Неудобно, не хочется ничего не повредить, не разрушить, не дай бог, не кого-то ранить. Как удалось эту задачу решить? Про которую я рассказывал или про которую никого не ранить? Максимально не ранить и максимально аккуратно все сделать? Все очень просто. Заходили, во-первых, с фланга. Оружие массового поражения не работало. Заходили в основу пехотинцы при поддержке. Своими лично, лично своими силами выбивали. Как противник себя вел, как огрызался? По-разному, противник себя ведет, много где бежит, заслонов не оставляет. Прием! Ну, опять же, не везде, не во всех местах. Где-то бьется до последнего, но это в основном. Ребята, которые так делают по практическим мотивам, в основном все убегают, сдаются. Когда фронт посыпется у них, по вашим ощущениям? По моим ощущениям, им осталось недели, максимум полторы. Это в случае, если у них есть какие-то отдельно укрепленные места, в которых не закроются и будут их долбать. Скажи, пожалуйста, у тебя за спиной школа и визуально она практически цела. Я более того скажу, школа абсолютно целая, ни одного разбитого стекла, ни одного разбитого кирпичика. Здесь единственное, что это видно, что она от времени обвершала, видно, что построена была при Советском Союзе. За ней не следили, не ухаживали, возможностей не было, а тут сейчас целая абсолютно. Побелка чистая, ничего не отбит. Под школой и бомбоубежищем, насколько мы знаем, вы старались людей? Суть бомбоубежища. Людей, естественно, перед тем, как заходили, люди сами там укрылись. Подавались команды, были сирены. С людьми максимально вежливо обращаемся, аккуратно. В дома лишний раз не заходим, ни с кем не разговариваем. Максимум, там, я не знаю, какой-то боец из тысячи один водички попросит. Помощь оказываете? Естественно, наказываем первую помощь, если она кому-то нужна, если, опять же, кто-то к нам подходит и просит. Если мы увидим килиборазрушение, килиборанение, которое оставляет, скажем так, противник при отступлении. То есть, опять же, есть и техника, гусеницы, люди. Ну, случается всякое. Скажи свой позывной. Позывной варяг. Варяг. Что такое? Варяг. Креплый. Кричал? Так точно. Образил команды на себя, струмовой группой. Срывал голос. Обратил внимание у вас всех, кто командирует, все голос по струмам. Бывает. Приходится. Громко было? Громко было. И пытаюсь докричаться. Опять же, работает техника. Гул. Не слышишь ни себя, ни товарища. Пытаюсь докричаться. Раз и, к сожалению, в походе не всегда получается заряжать. Какое настроение у вас? Какое настроение у вас? Какое настроение у меня отличное. Сам я, ну пусть будет местным. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Заходили к ним в опорный пункт. При этом потеряли танк, который разминировал нам поле. Потеряли БМП. Слава Богу, десант выжил. Все отлично прошло. Соперник давал отпор, конечно, но не долго. Потом начал ходить. Отступал. Взяли пленных. Женщина там была. Ну а так, в принципе, соперник бегит, мы побеждаем. И нас это очень сильно радует. Чем отличился во время штурма? Да вроде как и все остальные ребята. Просто я шел вперед, выполнял свою задачу. Какие ощущения, как встретили мирные жители? Мирные жители? Да нормально. Как и мы к ним, в принципе, нормально относимся. Такие же люди, как и мы. Общаемся. Кому-то не было еды давали сухпои. Там дедушка у нас был. Ему много лет. Он еще вторую мировую застал. Сухпоями делились я с ним. У многих родственников, у многих жителей поселка родственники в Докучаевке сейчас находятся? Наверное, да. Как говорят, рады будут пообщаться снова, увидеться. Я думаю, даже очень. Какие дальнейшие планы? Ну, дальнейшие планы, я думаю, мы дойдем до победы, защитим Донецкую Народную Республику, отобьем свои территории и будем счастливы ожить. Скажи, вот с военной точки зрения, вот чтобы люди поднялись из подвалов, уже своими делами тут занялись, что нужно сделать еще? Ну, для начала нужно отогнать врага еще дальше. Насколько? Вот этого я не могу ответить. Наверное, как получится, по ситуации уже будет все это видно. А сам откуда ты? Донецкий. Петровский район. А был здесь до войны, вот, Николаевский имен? Нет. До войны сюда не приходилось появляться. Спасибо. Спасибо. Удачи. Спасибо. Может еще вопрос? Да, да, да. Просто за люди, которые не знают, потому что я сделал репутаж на западный... Можно сказать, какое войско вы? Это бригада. Вы русские войска? ДНР? ДНР? ДНР, нет. ДНР. Понял, спасибо большое. Я уверен, что мы снова вернемся, но сейчас ситуация опасная. Поэтому мы приехали, мы сделали репортаж о ситуации, в этом новом территории ДПР. Мы показываем вам все, что мы можем в данный момент, но мы должны закрепить этот репорт и дать вам больше репортных новостей. Поэтому, пожалуйста, лайк, подписывай, подписывайся, подписывайся. И помните, что я абсолютно индивидуальный журналист, поэтому вы можете поддерживать мою работу с ссылкой на Patreon в описании. Или на экране. Опа-ла. Опа-ла.